Здравствуйте! В этом видео будем укреплять иммунитет у наших растений. Для того, чтобы они не болели, были крепкие и с очень красивыми изумрудными листьями. Если у вас листики бледны, то это нехватка полезных макро-микроэлементов. Подкормите этой таблеточкой и урожайность вас удивит. Потому что с крепким иммунитетом растения плодоносят до самых заморозков, не болеют. Нету различных болезней, фитофтороза и многих других, которые уже во многих регионах нападают на наши томаты примерно в конце июля. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о здоровье наших томатов и других растишек. Можно применять эту таблетку как для рассады томатов, так и для перцев, огурцов, баклажанов и даже для цветов. Это натуральный биостимулятор, который восстанавливает даже чахлые томаты, которые не растут и остановились в росте. Которые перестали в дальнейшем плодоносить. Я опрыскиваю и подкармливаю данным средством в течение всего лета. За период выращивания рассады около двух раз. Итак, давайте с вами приступим. Подкормим наши томатики уже второй раз. Если у вас рассада посажена чуть позже, чем моя, у меня Кузбасс-Сибирь, то можете успеть еще подкормить даже 2-3 раза. Все зависит от вашей рассады. Смотрите именно на нее. Нам понадобится 1 литр воды отстойной комнатной температуры и 1 таблетка спирулины. Спирулина у меня уже просроченная. Это витамины для людей, которые очень хорошо помогают организму укрепить иммунитет. Но, конечно, мы же с вами не будем применять их после просрочки. А вот для растений очень даже можно. Спирулина содержит витамины А, В, С, Е, антиоксиданты, микро- и макроэлементы. А также есть медь, йод, железо, фосфор, калий и цинк. Очень хорошо помогают укрепить иммунитет у томатов и помогают справиться со стрессом. Это перелив, прохладная погода, проветривание, сквозняки и даже если, например, у вас была засуха. Обратите внимание, у меня витамины на 1000 мг. Это 1 грамм на 1 литр воды. Если у вас таблетки по 500 мг и даже менее, то нужно довести до 1000 мг. То есть берем 2 таблеточки по 500 мг на 1 литр воды. Если у вас таблетки по 800 мг, берите их, либо отломите кусочек от другой таблетки, чтобы получилось у вас в среднем 1 грамм на 1 литр воды. Эта спирулина совершенно другая, не такая, как продается, например, в бутылках, когда я стала сравнивать эту спирулину и в бутылках, которая продается, но результаты были разные. Именно после такой спирулины были заметны улучшения у рассады томатов, перцев, огурцов. Особенно перчики были красивые, не болели и на них не нападал паутинный клещ, потому что был крепкий иммунитет. Именно противостоять могут наши растения различным вредителям и болезням. Поэтому я с тех самых пор поливаю только такой спирулиной и еще использую в порошке. Это неагрессивная подкормка, можно поливать хоть сверху, хоть в поддон. Мне так удобно. У меня здесь 10 стаканчиков и 1 литр подкормки как раз выливаю в поддон. Есть еще спирулина в порошке. У меня вы встречали уже на канале давным-давно. Спирулину в порошке я применяю 1 грамм на 1 литр воды и точно так же поливаю. Именно в таких концентрациях очень хорошо влияет на растения. То, что продается в бутылочках, там более щадящий еще даже вариант для рассады, для молодой в основном подходит. Но для более взрослой советую применять более концентрированную спирулину. Это таблетки либо порошок. Спирулина принадлежит группе сине-зеленых морских водорослей. Она растет в пресной воде в тропическом климате. По своим питательным свойствам спирулина очень полезная не только для людей, но и для растений и даже есть в кормах для животных. Спирулина очень высокоэффективна на начальном этапе вегетации развития растений. Идеально подходит для полива, для опрыскивания рассады молодых растений и более взрослой рассады. А также в огороде я применяю ее постоянно, наполняю различными средствами и получаю полноценную подкормку. Ну а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, смотрите другие видео. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!